1 июля отмечает свой юбилей 100 лет почетный гражданин Ульяновской области, заслуженный врач Российской Федерации Елизавета Алексеевна Фурошова. Но мы решили не тревожить юбиляршу в непростой период пандемии и рассказать о ней по архивным документам. В фондах Государственного архива новейшей истории Ульяновской области находится на хранении небольшой комплекс документов личного происхождения Елизаветы Алексеевны Фурошовой. Это фотографии разных лет. Благодаря Геннадию Демочкину, писателю, журналисту, а теперь еще и архивисту, нам стали известны некоторые судьбоносные моменты из жизни Елизаветы Алексеевны. Чуть более 10 лет назад в его серии «Онтология жизни» вышла книга про Елизавету Алексеевну Фурошову. Когда мы познакомились с Елизаветой Алексеевной, ей было 89 лет. И я увидел перед собой, конечно, не такую красивую молоденькую девушку, но я увидел перед собой энергичную женщину, которая преподавала в университете, которая планировала работать до 90 лет, а потом заняться каким-нибудь другим любимым делом. Интересно, что судьба не раз возвращала Елизавету Алексеевну в родной край. Она родом из села Нижняя Тимирсиана Ульяновской области. В 1940 году она поступает в Башкирский медицинский университет, однако в 1943 году приезжает в Ульяновск. В 1943 году Елизавета Алексеевна переводится в Воронежский медицинский институт. В это время он находится в эвакуации в городе Ульяновске. В 1944 году по Ульяновской области вышивала эпидемия септической ангины. Не хватало медиков и привлекали студентов старших курсов медицинского факультета, в том числе Елизавету Алексеевну. Ее направили в Теренгульский район на борьбу с эпидемией. Фурошова заканчивала учебу в разрушенном Воронеже. В феврале 1945 года после окончания университета ее направили на должность инспектора облздравотдела в город Чебоксары. Однако до места направления она не доехала. По дороге в Чебоксары с Елизаветой Алексеевной приключился интересный случай. Она опаздывает на автобус и встречает бывшего директора медицинского училища, в котором она училась. Ей предложили остаться жить в городе Ульяновске и работать с нервопатологом в поликлинике при Министерстве госбезопасности. Но так как у нее не хватало еще стажей, опыта работы, ее одновременно прикрепляют в областную больницу к заведующей нервным отделом Смоленской Ольге Ивановне. Елизавета Алексеевна проработала врачом до 80 лет. А дальше она продолжала работать в Волгу в качестве доцента кафедры медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии до 90 лет. У нее множество наград и званий. Уважаемая Елизавета Алексеевна, от тебя лично и от всего коллектива Государственного архива новейшей истории Ульяновской области мы поздравляем от всей души вас с юбилеем. Вы замечательный, добрый человек. Вы прожили целый век и смогли показать людям пример чести, щедрости, искренности и выдержки. И сегодня я хочу вам пожелать счастливых воспоминаний с улыбкой, благополучных дней с любовью и радостью, спокойствия души с гармонией и отрадой. Всего вам самого доброго. Елизавета Алексеевна, я надеюсь, тоже полна энергии. И я ей желаю продолжать показывать нам всем пример того, как надо продуктивно, энергично проживать свою жизнь. Низкий вам поклон, Елизавета Алексеевна. Наша редакция тоже присоединяется к поздравлениям. Алло. Елизавета Алексеевна, здравствуйте. Это с телевидения Управда ТВ беспокоит вас. Мы хотим вас поздравить с юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, уюта, радости, рядом верных друзей, любви близких. Наш вам поклон. А как вы сегодня себя чувствуете? Как готовитесь к юбилеем? Да ничего. Фотографирую, люблю. Хватит, столько можно фотографировать. Ну, желаем вам еще раз крепкого здоровья. С юбилеем вас. А я, хватит уже фотографировать дня, особенно старайтесь. Не надо. Слишком будет прицепно. Всего доброго. До свидания.